Я Гражданин Тимченко знаю давно, с периода работы в Петербурге. Он работал со своими друзьями и коллегами в Кириши нефтеперерабатывающей завод. И когда пошел процесс приватизации, они отделили свою часть, которая занималась экспортом нефти. Просто сделали частную компанию, где-то в самом начале 90-х годов. И вот постепенно начали эту компанию развивать. Он пришел в бизнес не вчера, не позавчера. С первого шага, когда была разрешена приватизация. И уверяю вас, я знаю, что много пишут по этому вопросу, абсолютно без всякого моего участия. Просто они создали компанию и работали. И когда объемы стали такими, что потребовалось, чтобы кто-то из них обязательно был на той стороне границы, организовывал эту работу. Вот, как я себе представляю, они выбрали его для того, чтобы он переехал туда и там продолжил корпоративную работу. Значит, и, насколько мне известно, действительно принял это финское гражданство. Но он является гражданином России. Я считаю, что нормально, когда в современной мире человек может выбрать любое место жительства и чувствовать себя связанным со своей родиной. Это абсолютно цивилизованная позиция. Вот для такой же, как для меня, невозможно. Значит, в принципе, то, что проверяет счетная палата, она, в принципе, должна проверять, и проверяет, в закону она должна так действовать, траты бюджетного характера. Транснефть – это коммерческая организация. Они могут проверить и сказать, да, ребята, посмотрите, у вас там чего-то не бьет по экономике. А если там есть уголовно-наказуемые вещи, они передают в прокуратуру. Уверяю вас, если там было что-то уголовно-наказуемое, там уже сидели за решеткой люди. Мне такие встречи под выборы не нужны. Уверяю вас, если там есть уголовный материал, там уже инфляция, там уже инфляция.